Добрый вечер! Эфир телеканала CBC продолжает специальный выпуск. Мы снова в прямом эфире и будем обсуждать тему распространения коронавирусной инфекции. На сегодня в Азербайджане выявили суточный максимум 714 человек заразились коронавирусной инфекцией. Более подробно на эту тему будем говорить с нашим специальным гостем, врачом-кардиологом Эмином Гаджабалаевым. Эмин Малим, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать к нам на специальный выпуск. Благодарю, спасибо! Я тоже приветствую всех телезрителей канала. Спасибо вам большое! Эмин Малим, для начала, по-вашему, чем вызван такой резкий скачок? Мы видим, что количество колеблется. Один день свыше 600, потом 300, сегодня суточный максимум 714 человек. Скажу, тут есть несколько причин. Самая первая причина – это количество суточных тестов, которые проводятся. Чем больше тестов, тем больше, возможно, выявленных больных. Вторая причина – это связано с тем, что время года меняется. Сейчас более холодное время на годы наступают. Как мы знаем, что вирус, его патогенность, его выживаемость зависит от тепла, качества тепла, ультрафиолетового излучения, солнечного излучения. Люди, чем холоднее, тем более, кучковаться, в ограниченных пространствах больше находиться. И третья причина связана с тем, что через какое-то время люди устают и начинают менее серьезно относиться к средствам индивидуальной защиты, к маскам. Да, к сожалению, мы видим, что сегодня люди не очень соблюдают дистанцию, ношение масок. Видимо, они немного расслабились, увидев двузначные числа. Да, как только положительный эффект, люди немного расслабляются, а потом начинается новая волна. Еще, когда это совпадает с неблагоприятными условиями сезонного характера, такой результат сегодня. Я думаю, один из наиболее важных вопросов, который также волнует наших телезрителей на сегодня, вы врач-кардиолог. И мы с вами рассуждаем о коронавирусной инфекции. Расскажите, какое влияние все-таки эта инфекция оказывает с точки зрения кардиологии? Особенность этого вируса в том, что он проникает через эйс-рецепторы. Одни из рецепторов, которые он проникает. Эти рецепторы находятся не только в легких, но и в сердечной ткани, в сосудах, в кишечнике, в мочевом пузыре. Второе по частоте осложнение после легочных является сердечное осложнение. Потому что этот вирус вызывает воспаление. Воспаление мышцы сердца, миокардия. Может вызвать миокардия. Воспаление мышц приводит к дилатации сердца, к аритмиям. Также одно из серьезных осложнений коронавируса нового типа – это нарушение свертываемости крови. А это приводит к тромбообразованию. То есть кровь, которая течет в организм, которая не выходит наружу, она начинает свертываться внутри организма. И я сам на своей практике наблюдал. Мы как центральный таможенный господин, 4 месяца работали с пациентами с коронавирусом. И у нас были пациенты, у которых в полости сердца образовался тромб. Хотя в норме этот тромб образуется только у людей, у которых есть какие-нибудь нарушения сократимости сердца. Например, перенесший инфаркт. Или у которых есть серьезные, например, дилатационная кардиомопатия. У человека с нормальной сократимостью был тромб в сердце. А это приводит к тому, что этот тромб может попасть в головной мозг, может попасть в легкие. Это приводит к эмболии легочной артерии, к инсультам. Иногда этот тромб попадет в коронарные сосуды, и эти пациенты приходят с инфарктом. Но по сути… И причиной этому является коронавирусная инфекция. Да, коронавирусная инфекция, которая вызвала воспаление, прикрепление к тромбу. Но самого холестерина, холестеринного поражения сосудов не бывает. Только тромб. И дифференциация только посредством коронарной агерафии или же ПЦР-теста мы можем провести в этом случае. Насколько это опасно, если вот это посмотреть, именно это заболевание? Опасность именно для сердечно-сосудистой системы. Наибольшее количество смертей после легочного осложнения связано с сердцем. То есть смерть связана с сердечно-легочной недостаточностью, с инфарктами. То есть это наибольшая летальность. То есть это достаточно в первых рядах опасности. Да, к сожалению. А вот скажите насчет симптомов. Говорят, что в принципе коронавирус проявляется по-разному. В некоторых случаях он даже может проходить бессимптомно. Изменились ли его свойства на протяжении уже практически полугода, с момента, когда он был официально выявлен? Вы знаете, да. Отличительная черта коронавируса в том, что у части пациентов он вообще бессимптомен. У 80% людей он с легкими симптомами проходит, как обычная простуда. У остальных 20% в случае он проходит в более тяжелой форме. Возможно, им приходится получать кислород. А у 5% в критической и очень серьезной форме проходит с подключением аппарата ИВЛ. И даже порой приходится подключать аппарат ЭКПОМ, экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Основные симптомы легкой формы не отличаются от простуды. Но если болезнь прогрессирует, она в основном прогрессирует у людей, у более пожилых людей, у людей с иммунодефицитом, у людей с поражением почек, проблемами сердечно-сосудистой системы, у людей с высоким давлением. Это все группы риска. И люди с сахарным диабетом, это люди в группе риска. Лишний вес также является фактором риска. То есть нам нужно насторожиться, если температура держится более 3 дней. 3-4-5, не спадает, несмотря на прием жаропонижающих препаратов. И появляется одышка. Самая главная особенность, отличная черта коронавируса нового типа, например, от гриппа, это то, что держится температура, и появляется одышка. И, возможно, даже минимальная физическая активность вызывает одышку. Человек элементарно не может встать с постели, дойти до другой комнаты и вернуться назад. При этом у человека может даже не быть кашля. Или кашля – это обязательно? Кашля – не обязательно. Самый первый симптом – это температура, потом одышка. Кашель является вреде симптомов, один из симптомов, но он не обязателен. Еще один из особенных симптомов – это потеря вкуса и обоняние. Это может быть краткосрочно, а может быть даже целыми месяцами продолжается этот симптом. По недавней информации, которая поступила, коронавирус дает такое осторжение, как мультивоспалительный синдром. Как он себя проявляет? То есть человек выздоровел, но у него месяц или два продолжает температура 37, у него сохранится температура, и у некоторых людей не возвращается вкус месяцами. Но этот вирус до сих пор, то есть он новый вирус, даже года нету, как этот вирус циркулирует, и мы не можем говорить о всех симптомах, всех последствиях этого вируса. Но постепенно с каждым днем вся новая информация поступает. Например, одна из информаций – это то, что она стимулирует аутоуменные заболевания, такие как красная волчанка и даже рассеянность, которая сможет в какой-то степени… В форме осложнения получается. Да, как бы дать толчок развития этих заболеваний. А если вот посмотреть на возрастные ограничения насчет детей, скажем, мы знаем, что сейчас университеты, школы, они снова закрыты. Вы говорили, что, скажем, дети не очень восприимчивы, потом эту теорию опровергли. На сегодня, насколько важно также оберегать детей и предпринимать все меры защиты? Да, болеют все, и дети, и взрослые. Только нужно принять факт, что тяжело болеют в основном люди старшего возраста, хотя не исключение и смертность людей и старше 30 лет. Даже среди, если я не ошибаюсь, среди детей и младейцев тоже есть смертельные случаи. У детей коронавирус проявляется в виде воскулита больше, то есть воспаления сосудов тела, не только сердца. То есть легочный симптом у них не является первым. То есть на первом месте, так скажем. В основном это воспалительные процессы в сосудах. Были ли в Вашей практике случаи повторного заражения коронавирусом? В нашей практике за 4 месяца я не встречал случаи повторного заражения, но в мировой практике были случаи подтвержденные. Правда, приходила информация, что это было бы немного видоизменено другой штамм того же вируса. В некоторых случаях и симптоматика тоже отличалась. То есть если в первый раз, когда человек заражался, у него была температура дышка, во второй раз у него были уже кишечные расстройства, например, диарея. Он так переносил в другой форме. Причина того, возможно ли заразиться повторно? Да, я думаю, возможно, так как иммунитет у всех вырабатывается по-разному. Поэтому количество антител, которые мы можем узнать, проверив на кровь анализ, она колеблется у разных людей. И она зависит от того, в какой форме перенес человек это заболевание. В легкой форме он дает менее сильный иммунитет, а в тяжелой форме, соответственно, больше иммунитет. И этот иммунитет сохранится на большее время. Хотя сами антителы, их эффективно тоже до конца не изучены, насколько, несмотря на то, что иммунитет и антителы могут показать высокий титр, насколько эффективен этот иммунитет, он тоже не изучен на данный момент. В среднем в 2 или 3 месяца, через 2-3 месяца иммунитет может спадать до уровня неопределяемых антител. И тогда возможно повторное заражение. А вот сейчас тоже много говорит, в принципе, вы в первом вашем ответе это заметили, все-таки осень, похолодание, соответственно, человек может заразиться обычной простудой, заболеть просто, у него будет температура. Насколько в этот период человек восприимчив к этому вирусу, потому что иммунитет ослаблен? И что ему следует делать, чтобы избежать возможного заражения? Рекомендации, в принципе, не изменились. Есть социальное дистанцирование, потому что этот вирус в основном переходит через дыхательную систему, через аэрозоли, по последним данным. То есть, ношение масок. Может возникнуть вопрос, да, вирусная частица, она очень маленькая, и поры, которые находятся в масках, для нее возможны, как открытая дверь. Но мы должны иметь в виду, что вирус распространяется не отдельным частицам, а в виде капелек. А для капелек маска, она будет препятствовать парнику, да, будет барьером. И количество от одного вируса, патогенств, вирулентность, это количество вируса, которое нужно, чтобы заразиться. Оно уже достаточно, чтобы заразиться. То есть, отдельная частица, даже если попадет в организм, она не вызовет болезнь. Но если в капельке, в этом аэрозоле, мы можем вдохнуть большое количество, она вызовет более серьезное заболевание. И от той дозы, которую мы вдыхаем, зависит тяжесть заболевания тоже. А что еще влияет на тяжесть заболевания? Возраст, допустим. Да, и состояние иммунитета, как я говорил. Да, и состояние иммунитета очень важно. То есть, у людей с сильным иммунитетом, можно сказать, они почти могут быть невоспоренчивыми к вирусу, если они напрямую не вдохнут этот вирус. А вот что делать все-таки, чтобы укрепить свой иммунитет? Фрукты, спорт? Фрукты, спорт, витамины, витамины С, Д, они доказаны в какой-то степени эффективность повышения иммунитета. Да, спорт, да, как вы знаете, в данный момент спортивные, например, залы, они все закрыты. Да, к сожалению. К сожалению, закрыты. Но, возможно, проугулки на свежем воздухе, там, где нет много людей, нет скучности, они вызывают благоприятный эффект для здоровья. Питание, то есть, рацион питания, то есть, не переедаясь, достаточно, чтобы рацион был богат микроэлементом. Например, цинк, например, он замедляет развитие инфекционных заболеваний. Например, если принимать витамин С, вместе с цинком он дает больше лучший эффект. Понятно. А вот если говорить про вакцину, так вот, если суммировать нашу с вами беседу, есть ли уже конкретные какие-то данные о том, когда она появится, и насколько все-таки правильно говорить о вакцине с учетом изменчивых свойств этого вируса? Да, вирус, коронавирус нового типа, он не так изменчив, как грипп, то есть, он не так быстро мутирует, и этим он нам дает шанс, чтобы, возможно, мы можем создать вакцину, которая будет эффективна. Вакцина, многие вакцины во всем мире, да, в Америке, в Соединенных Штатах, в России, в других странах сейчас работают над вакцинами, вакцины сейчас на третьем этапе проверки, в России выпустили уже вакцину, правда, она третий этап не прошла, но и выпустили, как бы, ее используют. Эти вакцины в основном, они, значит, созданы, два варианта есть. Есть, берут сам вирус, убирают у него так шипики, через которые она может проникнуть, оставляют только генетическую информацию от этого вируса, и она вызывает ему на ответ, но не может заразить человека. По такому пути идут в создание вакцины. Другой путь, берут частицу вируса, коронавирус, и вводят ее в другой, в аденовирус, группа другого вируса, который не вызывает таких заболеваний, она вызывает иммунитет также к антигенам, которые находятся в ее геноме. Вот по таким двум путям сейчас идут создания вакцины. Вакцина, да, если мы сможем создать вакцину, которая будет давать длительный иммунитет и не вызывать побочных реакций, возможно, мы сможем победить в какой-то степени вирус, и он не будет так страшен. По крайней мере, если мы полностью не победим, мы сможем исключить тяжелые осложнения этого вируса, и тем самым эта проблема отойдет уже на второй план. А вот если говорить не о самой вакцине, а о каких-либо препаратах, в том числе, которые делаются посезонно, осенью или весной, для того, чтобы укрепить свой иммунитет, именно через иголку, если грубо говорить, там какие-то препараты вводятся в тело, чтобы повысить иммунитет и так далее. Насколько это эффективно и насколько обязательно? К сожалению, таких препаратов нету, которые есть. Именно, чтобы повысить иммунитет. Повысить иммунитет только, как я сказал, витамины группы С, Д, Цинк. Именно в таком формате. Если говорить насчет препаратов, которые используются в лечении, препаратов, которые разработаны для лечения именно коронавируса, не то применяются препараты, которые применяются при гриппе, при вирусе Эбола, препараты против СПИДа, которые принимаются. Эти препараты у нас сейчас как антивирусные препараты используются. Плюс, если антибактериальная терапия, если болезнь затягивается больше недели, возможно, осложнение добавляют антибиотики. Это основной принцип лечения на данный момент. Ну что же, медведь, спасибо вам большое за интересную беседу. Будем надеяться, что наши телезрители также будут соблюдать все необходимые меры предосторожности. А это, еще раз повторюсь, соблюдение дистанции, ношение масок и использование дезинфицирующих средств. Если я что-то упустила, можете добавить. Согласен, я тоже надеюсь, что мы сможем переломить эту цепочку заражений и опять свести к минимуму, чтобы предотвратить осложнение, уменьшить количество летальных исходов и дойти с минимум потерь до времени, когда будет уже доступна вакцина. Конечно же, сейчас в период, когда идет отечественная война, для нас это очень важно. Это очень важно. Спасибо вам еще раз большое. Благодарю. Напомню нашим телезрителям, что это был специальный выпуск на телеканале CBC. В прямом эфире мы поговорили о распространении коронавирусной инфекции, а также какие меры необходимо предпринимать гражданам для того, чтобы избежать заражения коронавирусом. Гость в студии, врач-кардиолог.